Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Дело в том, что я пошла в кулинарию купить два пирожка, а продавщица, когда их из витрины вытаскивала, уронила на пол. Правда, они были в слофане, она подняла пирожки с пола и положила мне, как ничем не бывало. Я попросил её поменять между окрой, хотя сказать хотела вообще, чтобы она принесла другие пирожки. Попросила, на что она ответила, что они в слофане, я говорю, на пол упали, она сказала, надо на дубочку, я сказала, где не видно, думаю, она наврала и с пола мне их подняла. Попросила затем их сильно разогреть, она их не сильно разогрела и быстро ушла. Я хотела второй раз попросить подогреть, но не стала, это вроде бы незначительная ситуация, но сильно меня расстроило, я прежде всего разочаровалась в себе. Во-первых, почему я вообще взяла товар, который повалили на пол, во-вторых, продавщица даже не извинилась. Врала, спорила, в-третьих, почему я всё же не попросил её нормально разогреть. Не понимаю, что там происходит, почему я так позволила с собой обратиться мерзко, почему перестала настаивать на своём. А эта продавщица и раньше мне хамить пыталась, а сейчас поваляла и даже не извинилась. На работе руку на меня оскорбил на днях коллега, я его толкнула за это. Думаю, я просто стала конфликтовать, или это низкая самооценка. Сейчас я замечаю, что на подобное я стала закроть глаза. Скажите, мне, наверное, нужно меня доработать, чтобы уважать себя и больше таких ситуаций не было. Эта ситуация в строчках я показала, как я к себе отношусь, какая у меня сила воли. Два дня я переживаю из-за этого, во что я превратилась. В эту кулинарию нет желания вообще идти. Хочу написать отзыв, если висит жалобная книга. Как вы думаете, ходить ли в эту кулинарию? Как себя вести, чтобы окончательно не потерять самоуважение? Или всё же приструнить эту хамку? Эта ситуация показала моё отношение к тебе. Мне тяжело от этого на душе. Я, значит, слабо, не уважаю, что я сюда получаю. Я думаю, что не удивлю вас, не удивлю. Если скажу о том, что, на мой взгляд, вы не решите проблему твоей самооценки, например, тем, что не будете ходить куда-то, или тем, что, допустим, будете с кем-то спорить, ссориться. На мой взгляд, то, что вам нужно делать, это учиться себе доверять. Потому что ситуации бывают разными. И иногда, действительно, лучше, наверное, не начинать конфликт. Иногда, действительно, лучше не, ну, не достать конфликт. То есть у вас это за дело говорит о том, что вы пребываете в подобном, ну, скажем так, конфликте, да, подобной ситуации уже, вероятно, давно. То есть вы, вероятно, уже довольно давно испытываете вот эту самую, как бы, проблему. Проблему того, что чувствуете себя, ну, незащищенной, например. Чувствуете себя уязвимой и так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, проблема заключается именно в этом. А не в том, что, а не в том, что вы, там, кому-то что-то не сказали и, ну, что-то не сделали и так далее. Поэтому смотреть нужно, на мой взгляд, конечно, немножечко, скажем так, в корень ситуации. Корень ситуации заключается, да, действительно, в вашем отношении к себе. Корень ситуации, действительно, заключается в том, как вы к себе относитесь и как вы себя воспринимаете. Корень ситуации, действительно, заключается в том, что вы обесцениваете себя. И обесцениваете себя, как мне кажется, довольно сильно. И отсюда, именно отсюда у вас возникает такая реакция. Негативная реакция, я полагаю, вот, то есть вы болезненно реагируете на то, что происходит именно потому, что вы себя обесцениваете, то есть это, в этом смысле, как мне кажется, в какой-то степени просто подтверждает то, что вы ранее о себе, например, думали. Понимаете, да? То есть это подтверждает то, как вы себя воспринимаете, скорее всего. И вот это является, наверное, основной проблемой. Поэтому какое-то конкретное действие, какие-то конкретные действия с вашей стороны проблемы не решат. решит проблему, решит проблему, точнее, полномерное развитие себя. Решит проблему, ну, конкретное такое изменение отношения к себе. Вот эту проблему действительно может решить. Все остальное проблему, как мне кажется, не решит ни разу. Не знаю, готовы ли вы над собой работать или нет. Дальше. Как мне кажется, вы боитесь конфликта. У вас есть страх перед конфликтом. И вот это, на мой взгляд, довольно серьезный момент, если вы на самом деле боитесь конфликта. Понимаете, да? С этим, в таком случае, нужно работать. Нужно работать с тем, что вы именно опасаетесь конфликта. Нужно смотреть на то, что вы чувствуете, когда находитесь в конфликте, что вы ощущаете, когда находитесь в конфликтной для себя, так скажем, ситуации. и дальше уже исследовать, значит, ну, как бы реакции, например, своего, своей психики на это. Вот. Я думаю, именно так вам можно ответить сейчас на вопрос. что мне, повторюсь, кажется, что не решить проблемы то, что вы будете, например, делать что-то конкретное. То есть, например, пытаться там, к примеру, ну, кого-то, допустим, с кем-то ссорить и так далее. То есть, если у вас, скажем так, если ваши действия будут следствием определенных изменений, то это, конечно же, хорошо. если ваши поступки, да, если ваши, если ваше поведение, скажем так, Ну, будет проявлением, проявлением вашего внутреннего, например, стесня, вашей внутренней опоры. В таком случае это будет хорошо. Но пока что, если вы все это будете делать, например, из, допустим, какого-то страха, или из какого-то, ну, например, сожаления, или что-то вроде того, то ничего хорошего из этого не получится от слова совсем. Вот, а еще очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что, например, вас, как вы сказали, оскорбил коллега на работе, что сейчас действительно не очень хорошо. И здесь есть очень важный момент. Во-первых, 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 а то, что если, попустим, попустим, человек нарушил как-то ваши ценности, если человек поступил как-то не в соответствии с вашими ценностями, то это один момент. Тут реакция должна быть, конечно же, соответствующий. Но есть еще и другой момент, как мне кажется. Есть момент, связанный с тем, что вас это задело. То есть оскорбление этого человека вас задело. И вот то, что вас это задело, нужно рассматривать отдельно. От того, что его поведение не соответствует вашим, например, ценностям. Это тоже очень такой важный аспект, потому что вы не заботитесь о себе, когда боретесь только против каких-то стимулов извне. Вы не проявляете заботу о себе в этот момент. Вы, скорее, выступаете просто как реагирующий человек. Но не человек, который о себе заботится. Не человек, который себя любит. И не человек, который действительно себя уважает. Я думаю, что есть что-то, что вы в цепи не принимаете. Я думаю, что есть вещи, которые вы в цепи не принимаете. И, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам увидеть, что же вы, например, к себе не принимаете. За что вы себя обесцениваете, к примеру. В этом мы вам вполне можем помочь. Такой вопрос, другой вопрос заключается в том, хотите ли вы этой самой помощи. Вот это очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, само собой. Вот как-то так. Тут основная проблема заключается именно в том, что вы себя глобально обесцениваете. Вот не обесценивать вы себя так сильно, я думаю, что ситуация складывалась бы, конечно же, по-другому. Гораздо, 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 гораздо лучше для вас. Но сейчас, когда вы себя обесцениваете, конечно, вам в этом смысле довольно сложно, вам в этом смысле довольно тяжело. И я бы сказал, что это вполне нормально. То, что вам сложная боль. Ваши негативные чувства, которые у вас есть, необходимо прожить, потому что они вас обновляют. Но я думаю, что это совершенно очевидно, и спорить с этим вы, надеюсь, не будете. С тем, что вот есть определенные негативные чувства, которые вас сейчас справляют, и которые вы не умеете выражать. Ну, например, мне кажется, что речь идет о, допустим, злости. В большом количестве злости, которые вы подавляете, которые вы, как бы, опускаете внутрь себя. Естественно, это не очень хорошо. Естественно, это не идет вам на пользу. И, естественно, что это приносит вам, как результат, куда более острое реагирование. Например, на ситуацию, когда в другом случае вы вполне могли бы на ту же самую ситуацию отреагировать, ну, куда более спокойно. Это не означает, что вы должны реагировать как-то определенным образом. Вы не должны. Я больше про то, что вам еще скорее предстоит найти себя настоящим. Сейчас вы производите впечатление человека, который мечется от подавления себя, от чувства, например, стыда, да, какой-то неловкости, может быть. К чувству злости и наоборот. Это очень важный аспект, как мне кажется, этой ситуации. Очень важный аспект того, как вы живете. Еще один важный момент. На мой взгляд, заключается в том, что мне показалось, что ваша жизнь вам не особо интересна. Ну, то есть вы, по моим впечатлениям, так много, кажется, уделяете внимания, потому что сделал или не сделал другой человек, что мне кажется, что ваша собственная жизнь вам не особо интересна. И, конечно, я не могу знать, насколько я прав, у меня ведь просто сложилось такое впечатление и все. Но, если я прав, то, конечно же, с этим нужно тоже что-то делать, тут тоже нужно обязательно что-то решать и тут необходимо тоже что-то в своей жизни, конечно же, менять. Потому что людей, именно людей, которые в той или иной степени могли бы и будут вас как-то задевать, всегда достаточно. И часто, не всегда, но часто, реакция людей на то, что они делают. То есть, например, ваша реакция на действия. К примеру, продавщица могла подтолкнуть ее к тому вектору поведения, который она по итогу выбрала, выбрала. Нет, это, конечно, не означает, что вы виноваты и не означает, что совершенно определенно, если бы вы как-то иначе отреагировали бы отреагировали бы отреагировали, да, что и она бы отреагировала по-другому. Все равно, что гарантии никто вам не даст. Но, я думаю, что когда человек поступает не очень хорошо, она, я уверен, знала, что поступала не очень хорошо. Когда человек поступает не очень хорошо, у него есть некое ожидание от другого. Он ждет какой-то реакция на свои действия. И крайне желательно здесь, на мой взгляд, не оправдывать ожидания человека. То есть, вести себя не так, как от вас ждут. Тогда, на мой взгляд, вы получите реальный шанс получить для себя максимальную выгоду. Максимальную выгоду в ситуации, которая оказалась. Но, чтобы не оправдывать. Ресурс, то как думают поступят люди, вам нужен ресурс. И, к сожалению, пока что этого ресурса у вас нет. Вы довольно много, как мне кажется, сил тратите на борьбу с собой. И вот, наша задача заключается, как мне кажется, в том, чтобы борьба ваша сама с собой. Она стала для вас менее тяжелой, менее изнурающей, менее разрушительной. Чтобы вы могли и хотели обращать внимание на что-то еще. Вот, мне кажется, такой ответ вам можно предложить сейчас с точки зрения психологии. Естественно, я вам сочувствую. Естественно, я сожалею о том, что вам приходится, ну, сталкиваться. Такими реакциями. Мне жаль. Очень жаль. Тем не менее, все корректируется. Тем не менее, все выправляется. Все можно разрешить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Общrick. Общuter изменения в предыдущем призму. Общадь. Общадь. А без utilи. Общаться у меня. Общади ум. Общадь. Продолжение следует...